все как обычно наша команда в сборе меньше нас не становится больше тоже не становится каждый раз надеюсь на несколько новичков как я надеюсь увы как я надеюсь новичков особо я не замечаю а старая гвардия на месте александр Алексеевич привет напечатать мою критическую статью где я буквально выпорвал этих самых кандидатов наук которые в павильоне облили павильон притащили на поддоне вот такой вот муравейник живыми муравьями которые по разному нам не уступают и облили уксусом до сих пор успокоиться не могу а вы напечатали мою статью чем вы думали то почему не к это не такой как все вы сдаете надежду что когда-то таких будет журналистов много спасибо были бы там сбегал магазин за дорогим коньяком если быть это рядом это я вам не говорю так все ребята я пошел на кухню 5-минутный пирог давление как сюда подскочила вот после всех этих разговоров про уничтоженные муравей наступит занесет яд муравейник и яд муравейник мертвый а кто деревья защищать будет а все я пошел на кухню дайте мне пять минут и вам советую отдохнуть от меня жалко знаете что как они умудрились все замороженные фрукты видите остались спасибо несколько штук визит не заморозил вы бы сейчас их не выглядели представляете вот они 100 граммовики их так 100 граммовиками их называют даже друг лодинков это разные сорта я когда показывал рассказывал про них вот все на сливы самые крупные вот эти еще вот такой покажу ну ладно похвастаться не без этого отнесу последних как сохранить а мы съели как мы думали что это для еды вот у меня здесь форма рожденка заморожена там этих упаковок на следующую зиму самая крупная заморожена самая крупная яблоко держал 650 грамм а следов-то не осталось что интересно они посадку пошли не так они телевидения тогда напросилась ну ладно я к чему говорю я буду заморожен специально так как наглядное пособие когда держишь руки это гораздо интереснее чем на фотографии поехали так брат Юрий привет Бухтияров, который там всегда на месте Барина привет хочу показать вашу фотографию где у вас выписаны вами эти брошюры книги вот интересно смогли продать нет Блинова привет из Санкт-Петербурга Елена добрый вечер из Тюмени так Елена Уур Жумова Валерий Константинович какой какой по увеличению холл можно сделать для посадки абрикоса приблизительно в двух годах можно ли абрикос перевить на сливу да это мы уже проходили я так скажу ценен самый любой самый сантиметр это получается если мы хотя бы делаем холл 20-30-40 сантиметров то есть получается нам надо снизить вот этот слой снега по крайней мере вдвое например если у вас постоянно снег 8 сантиметров холл должен быть хотя бы 40 уже есть шансы выжить но вот там где грунтовая вода близко там хоть метровый делаете что ли но его нельзя делать вот таким кстати метровый холл вот такой вот это кубок 5 земли вот а иначе не вырастите ничего очень бреда так амрикос перевить на сливу проблема решается но все таки не получили такое долгосрочное дерево как амрикос амрикос и сливы тут надо брать количеством допустим прорастили 20-40-70 сливы пусть близко через метр как помидоры даже гуще можно вырастили приняли амрикосы и смотрите тут между ними была 50 сантиметров а он мертвый значит уже метр проходит год еще два мертвых вот уже между ними два метра а остальные смотришь на это положение то есть бери больше кидай больше кидай дальше отдыхай пока летит вот это должен быть принцип саду не выноситься хотите с первой попытки делайте 50 прививок с амрикоса на 50 слив вот не 5 на 50 это души говорю вот таких садей один на тысячу к сожалению кто так может сразу начать так так эльбера привет из башкирии гусева емилиану да извините а за что извините горячихина москова тоже я ваши когда читаю эти комментарии у меня душа поет что я не один милая елена татьяна фидосея мертвец мира всем так гусева эмилианова снова у меня три с половиной метра со скважиной вода все посвятило на холму и что врага ну буду надеяться эмилиану эмилиану извините там клей московский посмотрим Нестеренко что такое Нестеренко что это за аббревиатура я не знаю так пусть его снова полметра но он садится скажу годом земля песчаная ну да понятно так Нестеренко пишет я вас слышу ой замечательно это значит что ну вы может надеюсь слышали сначала кто-то сначала здесь слышал Сергей Кузнецов казачинская приветствует всех смотрите привет Николаевич всем здравствуйте привет добрый вечер Иван Мо добрый вечер снег за неделю почти весь растаял ночью до минус 1-2 нормальная вот вот меня готовы уже свои припить уже собирается в ротом каждый день говорю вернись зима вернись зима вернись зима не надо не просыпайтесь не просыпайтесь не просыпайтесь не просыпайтесь потом бах расшел ее он на улице снег левит слава богу что падение или правда накладовал но только бы весь апрель не было это будет минус что угодно пусть будет пусть в юге воет вот вот но только лишь бы не просыпались деревья и тогда я дождусь такого урожая я когда-то был рекорд 300 видов небольшого сада если по налоге сколько сейчас насадил это 500 тысяч видов ну я это говорю так сказать идеально а реально такова насчет соцветения часть может убить замороз часть насчет соцветения подают северные ветра пчелы попрячутся и только трудняги совсем мало их смотришь жужжат жужжат эти шмели вот только надежды вот густые посадки тоже надежды знаете считается что ветром не опыляют друг друга сильная вероятность мала ага вы посмотрели когда кроны состыковываются и там пока летит этот самый этот самый этот самый этот самый в общем пока летит песчинка она может быть ну и даже без пчел найдет свой адресат вот интересно да я так время в годы идут спросите меня что я имел ввиду что вылетает из этого из пестика из пестика вылетает это у меня уже все даже стыдно перед вами скажите вот он не помнит вот пыльца о славыки господин я подвес так просветание и землородия Питер готов к весне Лобаса Леонид Шмоленск добрый вечер Загозин здравствуйте и Вы с Архангельской области господи 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 куда вас чек тебе нанесли раньше считал что там чай вылетает не за тверсть всем добра света опали на Брусковской области 4 Реши нюкл Весна здравствуйте Иван Мор кто-то просил контакт Лоденковой Галины вот Алексей Виноградов Далее 2 я кстати Вы мне тоже писали фотографии сейчас помню какие нет так не помню не та уже глава так кстати знаете как последние несколько минуты я занимаюсь медитацией мне не хочется позориться вот сейчас взял слово пульса и взял и это и забыл то есть я сажусь но я забыл кто меня научил кто меня научил такой знаете самодельный доктор проходил на его курсы и никогда не провел а потом прошли годы я забыл его про мили хотя с вами делился впечатлением это было раньше у меня есть статья называется которая называется знаете как время нахождения в саду не засчитывается срок жизни и там я вспоминал один из его советов я там преподнес помилю забыл короче я сражусь закрываю глаз направляющие усилия на левую полную мозгу я как бы левую полную мозгу это мужчина играет роль интеллектуальная вот и так несколько минут я там копаюсь сейчас мозгу в левом вспоминаю все вот помырять не помырять я не знаю но дело так Бухтияров Олег Константинович ага смотрите ага вот тут начинается о ребята и груша на 7-ой год заплаживался груша не съедобная груша не морозостойкая ммм еще и не морозостойкая пускальные расчеты пошли в этот год смотрелось и замерзли подвоето оказывается не морозостойки подвоето не морозостойки и покупал на местном питомнике хотел перепривить так уже и шкарова да я ничего не путаю хотел перепривить хорошим сортом но видимо это только как может местном питомнике а может быть опять подставили не ну с другой стороны семь лет она возила непонятно ну бывает так так я всегда находил причину становился на колени и вот так оказывается вот так я находил причину вот понимаете даже безобидно все на ровном месте сгнивает что что ты будешь делать когда говорят грушу у меня сразу шесть дымов у меня сразу попроедут если груша значит причина там на уровне земли на уровне снега на уровне этого самого посадки вот это я имел ввиду поэтому возможно Николаевич тут причина в этом а не то что не морозостойкая а вдруг с апрела проверьте пожалуйста Валерий Костинович выписывал у вас косточки абрикоса от Бродского так семь пойдет четвертый год это будет дикарь или косточка от вашего дерева здрасте если Бродского значит Бродского причем тут я здесь строго я не собираюсь отвечать за качество чужих вот я тебе описал это железо а подсовывал бродского тогда да тогда посомневались написано бродского дать бродского так Валерий Костинович косточки не прошли вот видели что у меня в каталоге нет ни одного слова про бродского ни черенков ни косточек ничего это принципиальная позиция у меня нет ничего кроме того что вы знаете то есть этого нет и не может быть ни бродского ни бродского это принципиальная позиция вот я хочу гордиться своими так а косточки не проросли хранились на нижней полке холодильника в песке температура 7-8 градусов может высадить да конечно если у вас почву оставил почву там дойдет до конца хранения оно может быть как хранение здесь две крайности не хватило чуть-чуть влаги и не взойдут никогда у них нет сил чтобы хлопнула это взорвалась оболочка вот это поэтому теперь уже пусть они доходят прямо в этом прямо в в саду так Леонид заложено слегка собачки местного персика их порядка 20 штук проклюнули ух ты 18-20 это волшебник в это воскресенье высадил на даче так же подзиму оставлял куски этого персика в земле подзиму оставлял а из них ни одного не проклюнул а когда проклюнулся еще рано посмотрим дальше результат посмотрим слепой так Ольга Пашкарева youtube могут закрыть когда могут быть перенесены вебинары они уже перенесены практически в общем наверное из 2700 разных этих фильмов больше чем две с половиной точнее можно сказать только мой брат сейчас он перенес в ru-tube пока там не просмотров ничего пока youtube жив там никто смотреть не будет закроет переходим ru-tube вот еще куда-нибудь махаил свинин как ангельская область привет тверь борис соловьев доброго здоровья где каталов сиренков как-то где у меня вы просто должны мне написать электронное письмо желательно вот сюда в это самый на мой компьютер не ватсап никуда а именно сюда я с радостью вышли есть каталов черенков на моем сайте на главной странице есть он так устарел он не стал это вот совсем куцей каталов косночек их стало мало а черенков у меня когда началось это месяц назад надо было предварительно обрезку делать выбрасывали такое богатство я взял абрикосовые веточки взял я даже показывал какие-то зереные беда взял пешковые веточки поставил банку зашли все проверено звонит мне это тоже было недели две назад звонит мне Чернобаев Константинович поздравляю всем мы с урожаем я говорю как ты циркана знаешь а я вставил в бутей врезал вставил банки все живо сейчас живо так живо живо а потом как дало так дало будем надеяться на лучшее так что пожалуйста Борис постарайтесь со мной связаться на крайний случай вот сейчас два человека мне будут звонить в 11 часов через 22 минут я у них приму заказ по черенкам прямо да и время не затеять прямо с этого с голоса они будут диктовать хочу такое я буду записывать сколько стоит и все это быстро сейчас и завтра кто моя помощница соберет черенками надо кончать надо быстрее Марина все книги давно проданы книг было много я больше всех купил книг спасибо осталось искать брошюр эх Марина я 200 тысяч на преследование брошюр потратил вот они и лежат никому не нужны обнадеживали и все ну спасибо книги проданы несколько лет сколько несколько дней занялось привык ваша первая самая лучшая о спасибо кстати я даже не реклами осталось десяток а когда Анатоль Сапронова еще пододелает их я не знаю я уже ему предлагал быстрее а сейчас своими привык пришло мне там осталось 5 или 10 пакетиков привить абрикос на сливы чтобы были разные святые гениально завтра тоже сделаю абрикос на сливы еще и сливы это тоже гениально спасибо хоть бы меня гениальным назвали все друзья наверное мы закончили я уже успел призвать вас и диски выписывать недавно кто-то 20 штук выписал я такой счастливый был нет 13 за 3000 вот такое счастье редкое вот так наверное все наверное будем прощаться жалко мы больше никто не пишет ну и правильно через 20 минут у меня начинается продолжается рабочий день буду принимать заказы ну что друзья узнали много нового не правда узнали предсказите кто когда вам бы сказал что можно прививая сливы на абрикос удлинить время цветения абрикоса и спросить я забыл как я от них настрадался я совершенно не это я обнял пальцы ну и не надо один год был же у меня год 300 века а перед этим ноль а после этого там ну 50 века ну мне все равно кости хватит за глаза вот а потом раз пусть едут а угощать нечем ах и тогда я сказал себе а кто сказал что пора завязывать совсем это а давай как все эти варианты а давай получим супер абрикос 150 грамм вот тут как видели тут фотографии того персика а я хочу такие абрикосы иметь вот так что а кто виноват что так получилось виноват во первых Латинков ну не дал же спокойно дожить то ну не дал а потом уже на него ссылаются и говорят что ты не понимаешь вот Латинков сохраняет качество ваших абрикосов а вы не сохраняете а вы не гарантируете я взял ладно пошел колесить все подрать деревья вы видели вот а потом взял и загорелся помните еще раз мой пример мультфильм да мультфильм мне он так понравился он такой символичный стадо диких гусей красавцев га 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 а тут двор а там куры утки свиньи и жирный толстый откормленный гусь увидел услышал этот самый как он называется это как курлыка не услышал разбежался замахал крыльями на метр поднялся целый метр поднялся пролетел метров двадцать и бах мордой вот так вот вот и вот благодаря лутинкову благодаря еще парочек которые мне можно это а что лутинков мог это не можешь я решил старый откормленный гусь решил еще раз взлететь вот и вас призываю а еще косточки есть а еще черенки есть и не надо ждать годами вот вот я на следующий год сколько таких было а одиннадцатый написал в связи это это неудобно же повторять фамилию неудобно это в связи с изменившейся обстановкой в стране сколько ковид я отказываюсь от заказа чем ему ковид помешал до спорта не знаю это все друзья теперь мы можем спокойно прощаться до следующего понедельника до свидания я рад был встрече с вами вот кое-что пригодится для будущих учебников до свидания до свидания по всем пока до свидания в следующий раз